Крым Крым Даже если вы приехали в Саки на лечение, не стоит забывать об отдыхе. Ничто так не оздоравливает, как новые впечатления. Осмотреть город можно самостоятельно, пользуясь путеводителем. Крым Для начала отправимся к соленому озеру. Наибольшая глубина водоема около метра, а содержание солей в 10 раз выше, чем в море. Стоит немножко глубже копнуть ив подальше от берега, и вот она, грязь. Намазаться с ног до головы, поджариться на солнышке до появления аппетитной корочки и снова в озеро. Купаться. Результат не заставит себя ждать. Пархатистая кожа, здоровый цвет лица, хорошее настроение вам гарантированно. Все нравится. Солнце, море. Во-первых, виткинг, дорогие народы. Не знаю, мы старые годы, друзья, ведь нам нравится. О лечебной грязи Сакского озера ходят легенды. Одна из них рассказывает о чумаке, приехавшем за солью, которую добывали здесь. Балы его застряли в озерной грязи, и он всю ночь топтался в ней своими больными ногами. Вернулся чумак домой и вдруг почувствовал, что боль в ногах, мучившая его долгие годы, исчезла, и он стал совершенно здоровым. Краеведческий музей, в котором можно узнать об истории грязелечения за 2500 лет, находится рядом со старинным парком с характерным названием «Курортный». Здание было построено в 1913 году для графини Паниной и ее любовником Балашовым, смотрителем императорских соляных промыслов. Любопытный экспонат – небольшая ванна, высеченная из цельного куска ракушечника и окованная поверх железным обручем. Такие ванны стояли в грязелечебнице до 1880 года. Возможно, в такой ванне принимали процедуры Гоголь и Леси Украинка, которые лечились в Исакско-грязолечебнице. Всего за пару долларов за вход в музей можно осмотреть единственную в своем роде экспозицию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...